С таких эмоций в рамках ежегодного краевого конкурса «Лучший по профессии» начались соревнования среди водителей автобусов в крае. Это самые суровые водители из всех водителей. Я как сын шофера это четко знаю. Почему? Потому что на вас лежит огромная ответственность за пассажиров, ответственность со всех надзирающих органов. Ваши работодатели об этом не понаслышке знают. Поэтому сегодня мы увидим сильнейшего из сильнейших. За звание сильнейшего борются 21 участник из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Первомайского района. Причем как опытные водители со стажем порядка 40 лет, так и новички. Самый молодой участник конкурса 22-летний потомственный водитель автобуса Павел Петров в профессии 10 месяцев. Я работаю на 120 маршруте. Выбрал его, потому что у меня там отец работает. Я такой думаю, ну я тоже хочу попробовать. Я пришел с армии, сдал категорию. Почему решили в конкурсе поучаствовать? А мне интересно, потому что. Я мало ли может выиграю еще. Ну я так уже понял, что... Проверка теоретических знаний ПДД и конечно практика. Змейка, стоянка, остановка, колея, эстафета. Всего 9 заданий. Практически все маневры водители выполняют в своей работе ежедневно. Кстати, подобный конкурс в последний раз проводили в 2013 году. Сейчас решили возродить. Для чего этот конкурс проводится? Не только выявить и определить лучшего водителя. Это безусловно одно из целей данного конкурса. Но в то же время мы хотим популяризировать этот вид профессии, потому что на сегодняшний день водители это ценный у нас кадр на рынке труда. И дай бог, что мы благодаря этому конкурсу сейчас все-таки пополним ряды водителей. В Крае действует ряд программ для привлечения водителей в профессию. Такие как бесплатное обучение с последующим трудоустройством, переобучение и другие. Между тем победителей и призеров конкурса ждет денежный бонус в размере 180 и 60 тысяч рублей. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Юлия Щепина. Продолжение следует...